Присаживайтесь в Божьем присутствии. Аллилуйя! Ну, сегодня мне опять выпала такая честь быть здесь с вами и проповедовать Слово. Вы знаете, мне нравится это слово о семье, потому что мы живем в семье, потому что мы дети Божьи, мы живем именно там, мы живем именно так, как создал Господь. И вы помните, что Господь говорит, ну, нехорошо быть человеку одному, да. Нехорошо быть человеку одному бывает, нехорошо быть даже вдвоем. Вот. Ну, бывают такие случаи, и что, ну, и тебе, ну, ты думаешь, ну, дал же ведь Господь, ну, и сразу вспоминаешь, и Бог терпел, и нам видел. Бывает. Все, кто сказал это? Аллилуйя, ты пережил, брат, много, да. Аллилуйя, слушай. Бывает такое, знаете, однажды я молился, Господь за мою семью, нам сказали, молитесь за свои семьи, молитесь за своих жен. И я начал молиться за свою женушку, жену, чтобы Господь ее изменил как-то, чтобы что-то повернулось, чтобы, ну, чтобы она была, в конце концов, такая, как я хочу. Ну, если, братья, ну, если сестры, честно, вам же, нам же всем охота, чтобы твоя была половина такая вот, именно, как ты хочешь. Вот, и когда мы со своей любимой сошлись, это было в 88-м году, я сразу понял, это мое. А почему женился, чтобы никому не досталось больше, слушай. Это сокровище должно принадлежать мне. Вот. И уже 32 года, слушай, да, и я не жалею, что это сокровище досталось именно мне. Вот. Что я один такой счастливый. Слава Господу. Ну, это, это было в начале, мы еще даже не знали Иисуса Христа. Да, но, когда мы поженились, когда мы стали дальше жить, и знаете, и как, наверное, у каждого человека стали происходить те чувства, которые, слушай, что-то случилось. Вот, знаешь, что-то случается в моей жизни, ну, в моей семье, что чувства куда-то угошают. Что-то происходит. Что-то происходит, и произошел, знаете, поправимый, но произошло разделение, развод. Друзья мои, я сегодня буду говорить, затрагивать очень важную тему, это развод. Как избежать его, как не соприкасаться с ним, как предупредить его в своей семье, если он уже приближается к нашей жизни, к нашей семье. Сразу, пока не забыл, сразу хочу обратиться ко всем. Друзья мои, это такое откровение, которое получил лет двадцать назад. Не изменяйте своим женам. Ни в коем случае, ни под каким предлогом. Жены не изменяйте своим мужьям. Просто ни в разуме, ни в духе, ни физически, ни духовно, никак. Никак. Даже пусть помыслы у вас не будут такие, даже не формируйте свое знание о том, что вот, слушай, знаете, Бог ошибся, или там, это не моя половина, это что-то произошла какая-то в атмосфере ошибкой, и я ошибся. Не верьте этому ничему, проживайте до конца жизни, дней своих и лет своих. Это потому, что уже опытом пережито. Я хочу прочитать третью главу, тринадцатый стих. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змея бальстил меня, и я ела. Вы знаете, в нашу жизнь, семейную жизнь, всегда будет вмешиваться дьявол. Он всегда будет приходить со своими прекрасами. Он всегда будет показывать на плод, что вот этот плод красивее. Он будет всегда показывать этот сосед красивее, эта соседка лучше. Что этот человек умнее, он будет показывать тебе со всех сторон, что твой муж или твоя жена самый глупый человек. А вот люди, которые поумнее, покрасивее, он всегда будет их выставлять на вид. А твоего родственника, ближнего, который сосед по постели, он всегда будет уничижать. И вы знаете, и многие в эту чушь, в эту ложь начинают верить. Слушай, а может быть, это правда. А может быть, этот запретный плод, он действительно является какой-то правдой. Может быть, и может быть, и может быть. Я скажу, все это неправда. Все это ложь, и все это неправда. Потому что Господь сказал. Я запрещаю разводиться, и мы об этом еще будем говорить. И я хочу прочитать притча 2 глава 6 стих, где написано. Ибо Господь дает мудрость и из уст его знания и разум. Для чего? И тут же 16 стих, говорит, там перечисляется, и в конце написано. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, эстезия ее к мертвецам. Казалось бы, из-за одних помыслов, из-за одних желаний разрушаются семьи. Вы знаете, на сегодня актуально это время, что и в семьи служителей приходят лукавые. И в семьи уже, и людей, которые следуют за Христом, дьявол пытается разрушить. Дьявол пытается показать совершенно другую сферу и атмосферу, для того, чтобы мы забыли о Боге, для того, чтобы мы сделали свое собственное решение. Вы знаете, сегодня последнее время, и лукаво хочет посрамить то, что создал Господь. Я говорю сегодня для тех, кто уже живет и какое-то время прожил с женой, с мужем, или те, кто даже собирается замуж или жениться, братья и сестры, чтобы мы самое первое для себя это учли, я женюсь или выхожу замуж на всю свою жизнь. Это должно быть моим вечным постулатом. Когда мы со своей женой поженились, мы просто не могли нарадоваться, особенно она мной, потому что я был очень красивый. Был еще что-то... Нет, мне вчера подстригли. И, знаете, я услышал такие слова, это была инициатор моя жена, и она говорит, знаешь, давай, когда время наше придет, это надо быть вот так вот умному человеку, моей жене, да? Это пока она здесь, я говорю. Я всегда дома говорю. Я никогда не забуду, она говорит, если мы состаримся, ну, конечно, состаримся, мы уже почти состарились, четверо внуков, куда уже, ну, еще будут. И, знаешь, интересный момент, надо нам умереть вместе. Ты помнишь это, да? Чтобы не скучать потом друг без друга. Я думаю, вот это да. Слушай, вот это любовь. Вот это здорово. Чтобы мне одной тебя не хоронить, понимаешь? Вот так вот. Ну, я понимаю. И, знаете, это чувство сохранило наши взаимоотношения до сего дня, хотя дьявол и пытался что-то разрушить, хотя он и пытался, чтобы нашей семьи не было. И я уже многим об этом говорил и свидетельствовал, что мы расставались, мы пять лет не жили. Но когда Бог коснулся моего сердца, я молился за нее, потому что прочитал, нельзя разводиться. Нельзя. Нельзя. Не положено. Не может такого быть. Друзья мои, я хочу тебе спросить, кем ты себя в дальнейшем видишь? Если ты собираешься строить свою жизнь со Христом, то ты и должен мыслить так, как говорит Священное Писание. То и твоя жизнь, она должна быть сопряжена непосредственно с Священным Писанием. Если это сам Господь Бог сказал, то нужно, значит, избежать все. Избежать всяких споров, избежать всяких скандалов. А как это сделать? А это смириться. А это смириться, это претерпеть. Вы знаете, многим христианам тяжело протерпеть, когда читают, что жена должна быть послушна своему мужу. А ты этого не наблюдаешь. И у тебя появляется колоссальный повод. О, слушай, у меня есть повод. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы никогда не придумывали повода против своей родной жены. Чтобы этого никогда не было, чтобы дьявол не смог вбить маленький клинышек. Он немножечко сделает, это же забьет в твое дерево клин. Маленький, больше, больше и больше. Друзья мои, но я хочу сказать, что Христос, Он созидающий. И я скажу, что все твои мечты, все твои желания, если они созидуются в семье, и с семьей, они будут иметь успех. Я однажды обратил внимание, когда я поехал в магазин, в гипермаркет, там мы с братом поехали что-то закупать тоже для церкви. А в этот гипермаркет мы заходили всегда вместе. Я всегда с женой туда ездил. И тут я иду с братом. Слушай, я сюда всегда с женой приходил. И она бегала по этим прилавкам, не по прилавкам, а по проходам там смотрела, что там, где, что нужно купить, там посмотреть. И знаешь, я хоть и устал, но мне все равно приятно, что я с женой. Мне все равно здорово, что у меня есть жена, но когда ее нету, даже заходишь в столовую, иди где-то в кафе, заходишь где-то, ну, в другом, может быть, городе, и ты думаешь, слушай, она у меня дома, а я один здесь. И когда мы как-то приехали на Красную Поляну, мы частенько, бывает, выезжаем на Красную Поляну без жен. И тут с женой. Так это здорово. Так это классно. И ты думаешь, слушай, какая ты у меня любимая. Как это здорово. Как это хорошо, что ты можешь порадоваться вместе со мной. Знаете, братья, любить свою жену, это здорово. Это заповедь Господня. Это твое сердце. Это то, что восстанавливает тебя. Аллилуйя. Я скажу, семья – это духовно. Строить семью, как правильно, семью или семью? Семью. Строить семью – это духовно. Если мирские люди, скажем, увидели друг друга, поженились, да, и потом, ну, уже, жениться-то как-то и неохота уже. И потом проходит какое-то время, и они разбегаются. Это вот сейчас у нас какой месяц? Март. И мы решили говорить о семье. Кстати, у котов тоже, видать, семейные вот это вот, они, праздники какие-то у них, они тоже говорят, друг, о своих женах. Но они разбегаются, понимаешь? Я не хочу, чтобы мы разбегались. Это не я хочу, это Господь так хочет, чтобы мы уже не разбегались, чтобы мы уже, а чтобы, знаете, есть такие вещи, когда ты устаешь не только от жены. Я скажу честно, ты можешь устать от служения, ты можешь устать от церкви, ты можешь устать от этого мира, ты даже можешь от моря устать, ты можешь устать от самого то, что тебе когда-то это нравилось. Но есть вещи, которые тебя заставляют оставаться на той позиции, которую ты однажды принял. Это твоя семья, это твоя церковь. Есть вещи, от которых ты принял решение, от которых уже отходить уже даже нельзя, от которых уже и помышлять нельзя. Вы знаете, недавно разговаривал с одним человеком, он наркоман, и он рассказывал, говорит, я взял, когда первую дозу, когда она мне попалась, это какой-то там наркотик, слава Богу, не был наркоманом, водки не изменял, и он говорит, ты знаешь, я самое первое, что почувствовал. Почему это запрещают? Я хочу жить с этим всегда. Знаешь, у меня вот в первую дозу, это я? У меня в первую, знаешь, я попробовал, и что-то там случилось внутри, смотри, я, говорит, с этим хочу прожить. Я, говорит, такое решение принял. Я с этим буду жить, потому что это классно, это кайф, это меня успокаивает, это меня утешает. Вы знаете, то же самое касается и наркоманов, и пьяниц, и всяких, и убийц, и прелюбодеев, которые однажды, знаешь, перешагнули, прелюбодеи, перешагнули через этот порог дозволенного, которые сами себе сказали, слушай, ну это страшно, ну это так здорово. Значит, это можно. Если это мне нравится, значит, это можно. Значит, я так и буду действовать. Значит, ну какой-то проходит промежуток времени. Мы начинаем страдать от того, что нам понравилось. Наркоман начинает страдать от своих наркотиков. Алкоголик, он начинает страдать от алкоголизма. Вы знаете, прелюбодеи, они начинают уже от своего прелюбодеяния, потому что они понимают, что они не достигли желаемого результата. Они не могут насытиться этим грехом. Они не могут прийти в то чувство, которое бы их зафиксировало, и оно сделало бы навсегда их какими-то, ну, удовлетворенными. Друзья мои, мы строители семейного счастья. Как хождение за Христом, так и наше семейное счастье. Мы должны оберегать его. Его должны оберегать не один муж. Его не должны оберегать ни одна жена. Его должны оберегать вместе. И задумываться об этом вдвоем. молиться вдвоем и всегда отгонять всякую мысль. Скажите, поднимите, пожалуйста, руки. Много женатых здесь, замужних? Аллилуйя! Слава Богу! А не женатых, кто еще не женился? Ну, я чувствую, что сейчас будет. Друзья мои, семейная жизнь, наша семейная жизнь, как бы мы ни хотели, она предречена на трудности. Знаете, если Христос пострадал на Голгофском кресте, нашей семьи, оно не может быть, чтобы, знаешь, вот эта первоначальная радость, вот эта, которая мы поженились, день свадьбы, там, медовый месяц, он не будет длиться до самой старости, если, если его не возогревать. Если мы, читая Библию, насыщаемся Словом Божьим, и это поддерживает наши отношения и делает нас любвеобильными к Богу, мы понимаем и знаем, что Библия говорит нам, чтобы мы не оставляли первую любовь свою. И также взаимоотношения с нашими женами и с нашими мужья, мы должны быть именно активными в том, чтобы возогревать друг в друге отношения. Ты представляешь, тебе нужно заботиться о своем муже. Тебе нужно заботиться о своей жене. Тебе нужно прилагать усилия теперь, чтобы любить свою жену или своего мужа. Тебе нужно прилагать, отдавая самого себя. Друзья мои, если даже твоя любовь, которую ты даришь своей жене или своему мужу, я сегодня буду говорить вот так, параллельно о семье, жена и муж, вот так вот. Если я скажу, кого-то из вас оказался в пренебрежении отношения, если тебя, может быть, пренебрегает или, может быть, муж неверующий или еще что-то, я тебе скажу, не отступай. Держи свое положение именно так, как заповедовал нам Господь по Слову Божьему. Не разочаровывайся и не делай себе никаких отклонений, что, знаете, мне много приходилось разговаривать с семейными парами и говорить, а ты знаешь, вот он какой на самом деле? Это он в церкви такой. Это он в церкви хороший. Это он в церкви за кафедрой проповедует. А дома это волк в овечьей шкуре. Я хочу, если ты можешь, если у тебя есть мудрость, взывай я к Богу. Взывай к Богу так, чтобы тебе оставаться на своем месте. Главное, ты исполнил свою волю. Главное, ты сделал и выложился весь для того, чтобы ему было хорошо или ей было хорошо. Ты греешь и питаешь ее. Знаете, гордость Бог, гордым противится семья, семейные взаимоотношения, это тоже гордость, это тоже противление любви и взаимоотношения. Если существует в одной половине гордость, не будет счастья, не будет радости от семейного счастья. Я все больше прихожу к тому, что, слава Богу, и мы с супругой разговаривали на эту тему. Послушай, если бы не Бог, мы бы не смогли бы наши взаимоотношения сохранить. Если бы это не Господь, наш эгоизм, с Ним так сложно бороться, тем более, когда ты видишь, что ты ходишь в святости, в праведности, что ты весь хороший, а твоя жена или твой муж, он не хорош, он не ходит в святости так, как ты ходишь, и тебя начинает это раздражать, но если раздражает, значит, и ты уже не в святости. Если ты из себя выходишь, значит, это в тебе причина. брак не состоит только из своих личных потребностей. Как я говорил, это уже для себя. И Матфея, 4 глава, 4 стих сказано, Господь сказал, Он же сказал ему в ответ, Иисус написан, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, в семью должна быть приоритетом Библия. В семье начинающей уже в возрасте, в зрелом, старом возрасте должно быть приоритетом священное Писание. Когда знаете, есть вот люди попадают друг к другу вот по духу, да, не помыла жена посуду, там тарелка осталась на ночь, не помыла за обедом, там еще осталось, и муж такой же, вот, а ему все равно, гора тарелок, или нету тарелок, или вообще сварено, или не сварено, понимаешь, вот, знаешь, вот, бывает же, вот, находят друг друга, вот, придешь домой, а там и кошки, и собаки, и тарелки, и мусор, и у них такая идиллия, слушай, и они любят друг друга, слушай, никто никого не гоняет, знаешь, я тут так вот, знаешь, думаю, слушай, тут молишься, постишься, и Библию читаешь, и все, у нас бывают какие-то споры, да, какие-то вопросы, какие-то разногласия, но, знаешь, это этот мир, через нас, через наши взаимоотношения, вот сейчас хороший проект сделали, мы видели, да, где с семьей, где показана твоя семья, где показана, как встретились, мы являемся не только друг для друга, примером, мы являемся и светом этому миру, как наша семья, мы ответственны не только друг за другом, мы ответственны перед нашими внуками, перед нашими детьми, перед нашими правнуками, перед всем обществом, которое нас окружает, и они видят в нашей семье любовь. И они видят те взаимоотношения, о которых даже завидуют и которые хотят, слушай, я хочу такую семью, я хочу взаимоотношения, чтобы у меня была семья прекрасная. И мы прочитаем 1 Петра, 3 стих, вы очень много уже читали об этом и знаете, и написано, так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются словом житьем жен своих, без слова приобретаемы были. И когда увидят ваше чисто богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Это здорово, когда жена не сварливая. Это здорово, когда муж не огрызается. Это здорово, когда ты начинаешь, когда прежде чем открыть рот, у тебя священное писание созревает в голове в твоей. Это здорово, когда ты начинаешь преображаться и думать, слушай, ведь я же сейчас против слова иду. Я не иду против своей жены или против своего мужа. Я иду против Бога. Я иду против своего слова. Я хочу, чтобы моя жена, она была благословением для меня. И здесь написано, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сестры, вот давайте, вот скажите честно, это тяжело повиноваться своему мужу? Вот вы знаете, это себя сломать, это со теми вещами, с которыми ты родился, хорошо повиноваться, когда тебе сделали какой-то хороший подарок, комплимент. А попробуй повиноваться злому мужу. А попробуй повиноваться человеку, который тебя не любит. А попробуй повиноваться тем, которые, знаешь, казалось, вообще для тебя не может. И ты знаешь, а красота твоя внутри, она разгорается все больше и больше. И вторая половина смотрит на тебя. И все слова, которые сказаны против жены, что ты такая, что ты такая, если кто-то оскорбил свою жену. А она ничего не ответила, а в ответ то эти слова начинают обличать. Тебя как человека, и ты думаешь, слушай, что она говорит? Что я сделал? У меня красавица жена. У меня все нормально. И знаешь, и тогда человек становится приобретаемым. Без Бога это сделать невозможно. Без Бога, без молитвы, чтобы человеку взять и не ответить злом на злом, это сложно. и так же вы мужья. И выше 6 стих. Так Сара повиновалась Авраму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Вы знаете, вот это слово и не смущайтесь от какого-то страха, это значит сомнение. Но буду я сейчас ему повиноваться, но сейчас я, у меня это не не хочу я. Это у меня, это не мое, это не моя история. Послушай, это не мое поведение. Мы должны поменять свое поведение. Мы должны поменять свое сердце. И мы как полигон, мы каждый день в нашей семье проходим испытания. Это наше стрельбище, это наша подготовка в Царство Божие. Никто никогда не знает нашу семью как нас, как наша жена, как наш муж. Никто нас не знает, что у нас внутри находится. Никто даже из вас не знает, какое на самом деле, кроме моей любимой жены. Она знает все мои тонкие-тонкие детали. Я не говорю, что волосы на голове сочтены, она может посчитать. До нее все известно. Она уже готова к любому выпаду моего характера. Она готова стрессу, она готова, она уже смотря на меня знает, что я могу ответить. Она глядя на меня, и так же я, глядя на нее, могу увидеть, что она хочет, что она требует. Остановиться или дальше говорить. И скажено, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом. Оказываем честь. Друзья мои, ты можешь своей жене оказать честь. Мужики, ты можешь своей жене оказать честь. Вот ты знаешь, честь. Я почитаю тебя. Это честь. Это может быть встать на колени. Это может быть так обнять, это значит обратить внимание и понять, что, знаешь, я от тебя завишу. Не то, что ты там, может быть, бизнесмен, ты работаешь, зарабатываешь, но я завишу от тебя. Я скажу, многие жены вдохновляют мужей на подвиги, на различные, когда они работают, жены, кстати, если ваш муж уходит на работу, благословляйте его, молитесь за него. Просто, когда вы находитесь вместе, это для мужиков, это очень здорово, когда его жена говорит, слушай, ты мой господин, я верю, у тебя все получится. У меня, знаете, был такой случай, когда мы хотели сюда переехать, и, слава Богу за мою верующую жену, и иногда через нее Бог говорит. Один товарищ спросил, говорит, слушай, а кем ты будешь здесь сюда переедешь в Сочи, что ты будешь чем заниматься? Ты же сейчас приедешь, не знаешь город, как ты, что, куда ты пойдешь, что ты умеешь делать? Хотел блины стряпать, больше ничего не умею. И у меня жена говорит, слушай, ты спрашиваешь, что он будет делать? Да я с ним не боюсь хоть на север ехать, не говоря уж на юг, не умрем. север м Продолжение следует...